Дуэли 21 века. В воскресенье в Иванове состоялся первый этап межрегионального турнира по фехтованию на шпагах «Золотое кольцо России». Сегодня больше 80 детей у нас приехало. 7 областей плюс команда Азербайджана приехала. Здесь 2004-2007 год. Это под классификацией дети. Мы уже есть очень опытные, которые прошли через сито многих соревнований. Фехтование берет свое начало в средние века. С тех пор приемы практически не изменились. Разве что поединки стали более технологичными. Теперь за сражениями следят не только профессиональные судьи, но и совершенно беспристрастная электронная система. Ни один укол не остается незамеченным. Бой идет 2 минуты или до 4 уколов. Поединки выглядят более чем впечатляюще. В первую очередь из-за наличия холодного оружия в руках спортсменов. Но для подготовленных фехтовальщиков с правильной экипировкой риск получения травм сводится к минимуму. В первую очередь одно из самых важных – это маска. Она защищает голову. Защищено в принципе все, кроме затылка. В некоторых мест затылка. Дальше на груди. Есть две защиты. Есть набочник, который закрывает, немножко прикрывает грудь. И также полностью куртка, которая закрывает руку и спину. Для руки. Чтобы, во-первых, не было мозолей, когда ты держишь шпагу. И чтобы не получать лишних уколов и не носить вред руке. Получить травму именно от шпаги достаточно тяжело. Легче ее получить на каком-нибудь действии, на каком-нибудь приеме, если ты без достаточно хорошей разминки подошел. Соревнования в Иванове – лишь первый этап турнира из трех. Победителям предстоит отправиться еще в Суздаль и Кострому. Фехтование – олимпийский вид. Юные спортсмены – резерв сборной страны. Для них преуспеть на турнире – значит приблизиться к большой спортивной мечте. Стоя на олимпийском пьедестале, услышать гимн России. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.